Уважаемые товарищи, вы не беспокойтесь, что я с такими бумагами, чурнанами, я не могу их читать, я буду просто говорить своим простым, понятным, обыкновенному рабочему классу, у которого не кончена ни Академия, ни Бабиша. Вот на этом языке будем говорить. Мы все эти годы после разгрома советского класса изнутри, с предателями Горбачева, его свитер, гентеля, его команда прорабов. Все эти годы говорим о предателях. Ох, предатели предали, ох, предатели его предали. Ох, предатели его предали. Ох, предатели его уничтожили, смотри, советские врачи уничтожили, экономили, делали капитализм, по словам. Капитализм худший милый вариант. Здесь не германский. Здесь совершенно другой. Вот на это вопрос и нет ответа. Почему же Горбачев? Они безорадные, правильно говорили, один Горбачев ничего не мог бы сделать, если у него не было массовой поддержки. Массовой поддержки, еще раз прошу. И у Горбачева и Ельцина, среди советских людей, которые уже избрали другой курс, мозги которых были уже обработаны в другом ключе. Но как это было сделано? Откуда это все началось? Почему этого не было при Семене? Почему этого не было за 30 лет руководство Сталина? И оно стало возможным. Поэтому у меня ответ следующий. Мы должны говорить не... Вот смотрите, что, базис надстройки. Надстройка что? Государство, это надстройка. Потом идет право, это надстройка. Политика идет следующая, надстройка. Идеология, надстройка. Религия, надстройка. И последний мораль. Это все надстройки. Это чердачные все структуры. А... Нет, это наука, надстройка. Это же другой. А вот базисные какие? Многие путают базис с самим производством. Производство это технологическое процессе. А базис по Марксу, по Энгрусу, по Ленину, это производственные отношения. Отношения между людьми, процессы производства. Какие же это базисные отношения? Отношения собственности. Отношения обмена, отношения распределения. Многие советские ученые говорили еще о отношениях потребления тоже. Но мы с ним не согласны. Вот это три базисные отношения. Вот они определяют, кто появится в этом выходе. Когда Сталин умер, пришел к урасте совершенно случайно, но абсолютно был, мы можем говорить, марксистский неграмотный человек. Крючев. Что он сделал? Он сделал то, что ему было поручено. Культ личности Сталина. Это значит лозунг на разгром Сталина, а Сталин это Ленин эпохи, вот после жизни Владимировича. Убрат Сталина с культом и советские власти можно будет кончить. Говорили, что раньше сам Хрущев был членом троцкийской организации. Сейчас об этом перестали писать. Не знаю, кто-нибудь, наверное, найдет в архивах эту вещь. Очень похоже на троцкийскую линию. Он сделал что? Во-первых, прогнал своих противников оттуда, собрал вокруг себя. Маршал Жуков ему помог, чтобы абсолютное большинство хрущевцев собрали. Они сторонники Монуклова и других товарищей. Маршал Жуков. Маршал победы обеспечил этого перехода к у нас к Хрущеву. Я в своем этом писал, что это был политический переворот в истории советских властей. Переход Горбачева, это не было просто смене руководства, это политический переворот. Дальше мракобец делал, как все по русской пословице. Чего хочу, того и ворочу. И наворотил. За 20 лет построил коммунизм. Помни коммунизм? Ликвидация разницы, различий города, деревни. Значит, за 20 лет сотни тысяч деревен по Советскому Союзу должны быть похожи на города по сроку типа структуры. Дальше. Различие умственного труда и физического труда должно быть. Это классы должны быть ликвидированы полностью и полные коммунистические, так сказать, а каждый по способностям, каждому по потребностям. Брельф – это сами настоящие. Паспелов и другие бывшие коммунисты, которые Хрущева готовили, они ему подготовили вещь, что вот Сталин за 20 лет же смог социализм построить. Культурная революция завершилась успешно. Все его признали в мире. Корректоризация завершилась. Социалистическая корректоризация. Индустриализация завершилась. По оборонной мощности, по экономической мощности Советский Союз обогнал все страны Европы вместе взяли. И второе место в мире. Сделал. А вы разве не можете за 20 лет? Можем, все. И вот повели его по курсу разрушения. За 20 лет хрущевский коммунизм все средства были растрачены впустую. Удар был по материально-техническому базе социализма такой, которого даже во Великой Отечественной войне не было. Люди еще не посчитали, какой урон нанес за 10 лет экономике Советского Союза. Началось голод. Начались голодные бунты. Вы знаете, хорошо, что Пельеев не стрелял по этому... Он был осветлен. Ему поручили расстрелять трудящихся, которые вышли на митинги против Хрущева. Он не сделал это. Герои москанцев. И вот за 20 лет он нанес такой ущерб, невоспалимый. Когда уже народ начал подниматься, это вот, как мы можем сказать, трусливая часть Верховного ЦК и правительства, уже забеспокоились, что если сейчас люди поднимутся, они уже не смогут управлять. Что они сделали? Дворцовый переворот. Тихий переворот. Микояна послали, а этот лис, которого в Советском Союзе нарисовали от Ильича до Ильича без паралича. Он он подъем мирно сделали Хрущева. Сместили, пенсию обеспечили, а сами, что сделали, Брежнева поставили. Брежнев, я считаю, что это фронтовик. Он честный человек, он не хапуга, он он добрый человек, но он не хватило ему знаний марксизма, как положено, и духа, чтобы объявить, что курс на создание за 20 лет коммунизма был неправильным, отменить решение Сиезда и курс на против культа личности Сталина был неправильным, его тоже отменить. Мог они сделать, но они сделали струсили. Струсили, будем так говорить. И вот дальше Хрущева нет, а Хрущевская гимна продолжалась, развитой социалист. Я в Академии наук стартнулся с этой, три года у меня теория накопления, теория социалистического накопления у меня была. Он социалист, это все равно, что капитал. Мне старый там профессор говорит, ну ты почему эту тему взял? За 20 лет его никто не хочет брать, здесь даже руководителя вы не найдете. 20 лет нет руководителя по этой теме, теория накопления. И ты взялся, и не откажись от этой темы. Я говорю, я не могу отказаться, просто у меня второй раз нет шанса по Пасхе ходить. Тогда возьмите вот такую литературу, где-то 20 литератур, 30-х годов приставили, читая их от корки до корки, иначе ты сорвешься, ты не пройдешь. Там, значит, что получил свой развиток? И далее не будет говорить, говорят, при развитом социализме не будет, уже не действует превосходство первое подразделение, производство на второе производство машинного оборудования не должны произойти производство предметов потребления. Фон накопления сократили, два раза фон потребления подняли. За счет чего? За счет национального дохода. Теперь что получилось? Представлен был основной показатель снижения себестоимости и качества повышения. Говорит, это неправильно. А вот Сталин доказал, что на базе новейшей техники можно создать новые техники лучшего качества и большей производительности и с меньшей себестоимости. Вот здесь у нас есть мой тоже товарищ из завода электросила. Вот здесь я с ним говорил. Если удается выпустить генераторные трубины большей производительности там каждый киловатт ее мощности будет стоить меньше чем старая машина. Значит это более высокое качество приводит к конкурентоспособности. снижение себестоимости японское чудо есть ничего и но как вот на базе новой техники. Я изучал тогда и Канаду и ФРГ и Америку и Ефу у них 30-35% нормы накопления у нас 23% а в Таджикистане еще меньше. С такими требованиями пошло устарение. Ельцинбург первым сектором этого Свердловской области когда мы туда пошли на этом он сам не встретит ситуация аспирантов своего второго секретаря поставил. Мы зашли в Уралмаш там действует пресс большой огромный пресс 40-летней давности еще построены до при Сталине до военных годов 40 лет а у японцев средний возраст машин обороны 7 лет сейчас у них 3 года все на сварку на метрором за все строят и вот таким образом замедлели пошло дальше еще хуже еще хуже дело в том что по этой теории по развитому там получается так что у социализма нет никакой перспективы аж идет все к полному капитализму это было заложено Хрущевым и продолжено в период Брежнева все оппозиционеры в годы Брежнева рекоментировка говорят военные люди они расставили в своих местах кто в прессе будет работать кто в госплане кто в других местах академики цельные агамбельяне другие они вот это все приличники нам преподавали как они называли рубль деревянный рубль я говорю за деревянный рубль разве можно покупать машины за деревянный рубль можно покупать это настоящий рубль вот они нам академики внушали нам и вот таким образом сделали так что они готовились И эта масса людей, они были в национальных республиках, когда встал вопрос о демонтаже Советского Союза, это сделали очень быстро. И союзные республики сами были готовы быть участниками этой прихватизации. Сами приварки участвовали первые, там Украина второй, значит, это Грузия третий, потом взяли за это остальные республики, включая Среднюю Азию. Они хотят хапать как можно больше, чтобы им досталось, не народу, а клану досталось. И вот тогда дело было сделано. Вот в этом смысл, почему у предателей оказалось только одежды. Дальше, я, товарищ Леврова, выпустила. Нет, это коллективно. Да, коллективно. Всем товарищам, я здесь опубликован, не опубликованные работы Сталина борьбы против марксизма, против торстизма. Не опубликован. Черному по белому здесь есть, что такое торстизм, что такое марксизм. Троцкий стопроцентный антимарксист. Я одну цитату его читаю, Виктор Михайлович из вашей РДС, вот что он говорит. С господством буржуазов, экономическим спорят ни о чем. Социализм доказал свое право на победу не на страницах капитала, а на хозяйственной арене, составляющей стую частную поверхность. То есть не языком диалектики, а на языке железо-цементно-электричества. Диалектика для Троцкого неприемлема. Троцкий говорит, что Россия неизбежно. На столкновение с крестьянством, с остальными, которые помогали буржуазии взять власть. Неизбежно, в общем деле, идет войно с крестьянством. Вот идея Троцкого. И он по этой идее пошел. Только мировая революция. Вот мировая революция не получилась. А Ленин говорит, если это не сделаем, все. Парижская коммуня почему рухнула? Молодые, может быть, не знают, но наши опытные товарищи помнят Маркса, причины поражения. Два. Первое, что не было партии, что возглавят рабочек, раз, партию, коммунистическую. И второе, не было союзов к крестьянству. На деньги Прусаков, на деньги Германии, французская буржуазия купила крестьян, они стали сторонником буржуазии. А крестьяне, да, армян. Их раздавили в пух и прах в упор из пушек стрелянин, коммунатов. А у нас Троцкий говорит, с ними воевать надо, не союзы организовали. И, Ветер Аркадьевич, на последнюю минуту я говорю, открыто говорю. У нас здесь нет национального вопроса. Кто создал нации? Буржуазия. Это прогрессивная функция буржуазия. Социалистические нации создавали Советское нации, Министерство по арте, в том числе наши нации, и все нации. Основные нации создали буржуазии. Для чего нужны были буржуазии? Нации. Это были буржуазные нации. Для уничтожения власти помещиков монархии. Понимаете? Для борьбы с монархией и власти помещиков. Они нужны были. Сейчас нации кому нужны? Никому не нужны они. Буржуазии создали в уникаризме своих корпораций, которые никакие границы не признают. Только формально там на границе что-то проверяют, они уже знают, какой товар, из какого компания, на каких контейнерах, железной дорогой. Все. Идет процесс уничтожения наций. Всех наций, которые на социализм. В первую очередь все нации, которые на народное освободительное движение городу отстаиваются. Или нации. Мой друг Багдаж очень хорошо ответил. Почему Саддам? Саддам, как унистов всех, посадил в тюрьму. Убил. Да, и несколько расстрелял. А вот царь, алкадь, всего этого он не назначен. Но когда Саддам взял курс против Америки, его разбомбили, его двухмиллионная армия в считанные дни тух и брак. Точно так же нет. То, что уничтожение наций происходит. Последняя нация, которая еще свою честь не потеряла, это Сирия. И это мы назвали, что это Сталинград. Ближнего Востока. Это последняя нация, которая еще свою национальную гордость не потеряла. И она ведет, а чуть уже ее, как Сталинград. Но они выстояли. Давайте вот от имени наших участников специальный пункт в коммунике поддержка борьбы сирийского народа, если у них там ехали, если что, за свое освобождение, национальное освобождение. Если нации будут поддержаны, это будет величайший поворот в деятельности коммунистических партий, коммунистических рабочих партий. Сейчас вот наши товарищи из Греции это все координируют. Они, мы можем повлиять. В национальном вопросе буржуизии нам не соперник. Мы на стороне нации, уже освободившиеся, и от одной хотят освободиться. Они подавляли нацию. Люди пойдут за нами. Не надо широкие, какие-то очень сложные террористские посылки делать. И последнее, я что хочу сказать. Я читал внимательно эту брошюру. Виктор Калиш здесь в рубеже. Прочитаю вам, вы сами согласитесь. Но в целом она написана хорошо. На ясном рабочем, обыкновенного классу она ценно написана, но есть вещи, которые недопустимы. Здесь, ну против. Учение Ленинджа мы не можем говорить. Вот на седьмой странице. Читаем. Читаем. Революция не только предсказанная, но и спланированная, подготовленная и осуществленная под руководством партии. Марксисты не предсказатели. Они не, не как они называются, ясновидцы там, еще колдуны, все. Они научно доказывали, не подсказывали, научно доказывали неизбежность крушения капитализма. То, что подготовка революции у Ленина есть, никакой класс, ни один класс, ни одна партия не может подготовить революцию. Класс своей борьбы ведет неизбежно в ситуации, когда образуются, дырки не могут управлять по-старому, не могут жить по-старому, под подъем происходя угнетенных масс нужна пролетарская партия для того, чтобы возглавить их. Надо нам готовить свою партию, избавиться от правого оппортунизма, это мишебельского турка, и левого, левый коммунистер, это церквизм. От двух мы должны избавиться. Они есть везде у нас в международном комдивежении, где вот мы присутствовали, в зале видим, что тот один анархист доскочит, тот другой как дротский заскочит. Понимаете? Надо очистить, сможем очистить свои ряды от правого, от левого оппортунизма, который непосредственно поддерживает вас в угоды своих личных интересов. Когда мы можем, когда новая революционная ситуация, она неизбежна будет, что готовит эту ситуацию? Я вам скажу открыт. Готовит нам революционную ситуацию, им за помощь, это сам империалит. Гуржизинам готовят, копают, копают и своих могилщиков. Раньше тысячами пролетари создавали, сейчас, сейчас заканчиваем, раньше тысячами, а сейчас миллионами пролетари. Бомбили Сирию, там миллионы пролетарских маски, крестьян не старо, учителей не старо, все куда не умереть, не умиреть, в Европу. Что в Европе делают они? Вот они неграмотные, более грамотные, но те, которые сирии из Ближнего Востока пошли в Европу, самая революционная часть пролетариата. Что делает буржуазия? Там между ними розну страивает, религиозный розну, что Мохаммед арестует в каких-то неприличных формах, то еще что-то, чтобы между рабочим классом, наиболее радикальным европейским, не пролетари. Я заканчиваю и поэтому говорю, пролетари всех стран соединяясь непросто. И терроризм исламский не вверх это чепуха. Это обигрывали вопросы, обогванивали тупых людей, которые могут поверить и могут нас не потерять за ножный путь. Да здравствует что пролетарская революция. Да здравствует коммунистическая партия Советского Союза. Он будет восстановлен Советский Союз. Мой Союз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо.